приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как настроить автоматическое резервное копирование важных файлов на usb-носитель для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру айти специалистам повысить свою квалификацию повысить свою экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры ну и вот как раз сегодня мы повышаем вашу квалификацию мастер-классы это новый формат обучения который основан на принципе леон и байдует обучение на практике или практическое обучение соответственно коллеги я вам показываю все как там где там что там ну а ваша задача за мной все это дело повторить таким образом вы получите вот те самые знания умения и навыки которые можно продать работодателю чтобы повысить свою зарплату ну как говорится чтобы не бомжевать поэтому если вы готовы то давайте начинать следующий важный момент то что я подготовил статью в нашем блоге собственно в текстом виде все что я буду рассказывать есть в текстом виде в виде статьи поэтому вы этим тоже можете пользоваться как результат вас все должно получиться давайте начинать ну и начнем мы традиционно с теории я хочу чтобы все таки не просто сделали control c control v а понимали то что вы делаете так какая идея в линуксе всеми службами управляет такая служба которая называется systemd подсистема инициализации управления дальше за аппаратное устройство отвечает менеджер устройств удэв таким образом получается что мне необходимо инициализировать мой юсб носитель ну и соответственно запустить скрипт который выполнить вот то самое резервное копирование вот такая вот идея и так что важно коллеги то что первый важный момент нам необходимо узнать как же какая у нас юсб флешка как она в системе отображается итак пишем ls usb собственно это те устройства которые сейчас в моем линуксе присутствует следующий этап я вставляю юсб флешку это у меня значит крузы cruiser blade 16 гигабайт сандиск я ее вставляю и посмотрим как она объявляется в системе итак флешку вставил пишем ls usb и соответственно видим то что у нас появилось новое устройство sandisk cruiser blade собственно отсюда нам необходимо знать вот в этой колонке вендор айди собственно когда удэв будет обнаруживать устройство вот с таким вендор айди 0781 то соответственно будет запускать некий скрипт поехали дальше следующий этап где же находится правило инициализации правило инициализации должно находиться в по адресу етк удэв рулс д давайте создадим там файлик и туда скинем запишем вот эту самую инициализацию итак поехали дальше так значит и мы туда записываем вот такую вот строчку так значит что здесь важно давайте быстренько пройдемся и так сапсистем какая сапсистема под система используется блок блок это блочные устройства собственно в usb носители ну и вообще все носители это блочные устройства action it нужно добавить айди вендор указываем что это наша в вендор айди нашего нашей флешки у вас может быть другой вендор айди все зависит от производителя дальше добавляет удэв должен добавить sim link external а потом обратите внимание процент n процент n это номер этого самого устройства до соответственно у меня это будет единица если еще одна флешка то 2 и так дальше 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 ран выбрадил нить необходимо будет скрипт который будет находиться по адресу bin auto backup sh вот собственно такая у нас строка инициализации собственно коллеги удэв более детально изучается на продвинутом курсе который называется лпик 1 собственно где вам еще удэв может понадобиться я еще вот его например инициализацию использовал при при настройке 4g модема собственно там есть всевозможные строки инициализации режимы работы там передачи данных голоса и так дальше то есть это все можно детально настроить и так выходим свима сохраняем это все дело и по идее теперь флешка наша должна не цилизироваться нормально следующий этап коллеги это необходимо написать скрипт который будет выполнять вот это самое резервное копирование значит он у меня будет находиться по адресу bin и tk auto backup sh и давайте мы его собственно создадим так скриптик я уже собственно для вас создал вот поэтому можете тоже взять скопировать и я вам объясню что у нас где у нас и так первая строка вначале у нас идет шибет шибет это решетка знак восклицания а дальше идет указывается интерпретатор который будет выполнять этот скрипт у меня это бин баш собственно коллеги почему говорят что айтишники системные инженеры вот дэвнет инженеры почему они ничего не делают и так много зарабатывают дело в том что айтишники абсолютно все автоматизировали вот это важный момент зачем что-то делать когда можно это дело автоматизировать и как говорится ничего не делать а получать зарплату поэтому важно уметь писать скрипты я вас собственно приглашаю на курс linux нуля где вот это дело все рассматривается две недели шесть занятий 24 доллара и вас будет возможность научиться писать вот такие несложные простые скрипты что-то сложное это будет в более продвинутых курсах но вот для начала вам будет вполне достаточно и так шибетом ясно поехали дальше определяем переменные которые будем использовать в нашем скрипте backup source это та папка которую необходимо копировать соответственно у меня это слэш холм куда ff импотент дальше backup девайс это устройство которое будет нужно использовать для монтирования у меня это def external 1 возникает вопрос откуда взялся вот этот external 1 external 1 у нас будет браться от у дэва помните то что там был у нас у дэв процент n и вот этот вот n это единица там должна быть дальше mount point это куда будет монтироваться наша флешка мнт-экстернал дальше проверяем если у нас точка монтирования для этого используем вот такую конструкцию с и фа квадратные скобки это по сути оператор тест коллеги это все изучается еще раз в более продвинутом курсе который называется основы уже linux а дальше знак восклицания это по сути не до отрицания и мы проверяем если папка вот это mount point если собственно ее нету то выполняется команда бен мкдир и собственно мы создаем точку монтирования ну и с помощью фи и закрываем дальше следующий этап коллеги это монтируем с помощью mount минус т и в к точке монтирования дальше у нас идет оператор и соответственно если первая команда выполнилась успешно 1 это какая бен маут вот этого да то тогда будет выполняться следующая команда а следующая команда это команда резервного копирования для резервного копирования мы будем использовать утилиту r-sync со следующими опциями р рекурсию на скопировать l большое simlink и скопировать как файлы которым они ведут ну и t назначить время скопировать время свойства файла до временные свойства файла delete и ignore errors эти значит дэвид необходим для того чтобы удалить с флешки если что-то удалиться из из моей папки important ну а ignore errors это игнорировать ошибки копирования ну зачем я это добавил для того чтобы у меня флешка отформатирована в fat32 и соответственно например там какие-то атрибуты могут на нее на файлы не назначаться поэтому добавил ignore errors ну а дальше пишем откуда скопировать ну и собственно куда дальше если у нас успешно r-sync отработал то в конечно к последняя команда это от маутить нашу флешку ну и потом выходим с нашего скрипта коллеги если вам нужно скопировать несколько файлов несколько папок вот резервной копии сделать то создайте несколько переменных backup source ну и соответственно несколько команд r-sync для того чтобы это дело все скопировать и так со скриптом ясно так собственно сохраняем все это дело следующий этап нужно скрипту назначить чмот плюс чмот плюс x нужно назначить право на запуск чтобы он у нас мог запускаться так здорово так смотрим что у нас тут еще по статье значит нужно перегрузить правила инициализации для удэва давайте это тоже сделаем я это кстати забыл сделать так сделали следующий этап но следующий этап собственно все уже должно работать коллеги поэтому я сейчас достану мою флешку вставлю ее назад ну и мой скрипт должен уже отработать единственно что не спешите доставать если у вас много файлов копируется то необходимо немножко подождать итак проверяем и так флешку я вытащил и вставил заново давайте примонтируем ее и посмотрим появилась ли там файлы с моей папки импортен и так монтировать будем с помощью команды mount минус т-auto дальше . монтирование у нас external 1 и куда мы монтируем мнт экстернат и так примонтировали давайте посмотрим что же у нас туда скопировалась и так 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 вот она да и мы видим то что появилась здесь папочкой потент и в ней собственно два файла авто backup rules и прошивка копить телефону собственно давайте проверим что у меня есть в папочке потент да действительно здесь у меня вот вот такие вот собственно файлы есть давайте проверим как это дело вот работает обновляется не обновляется для этого я возьму и удалю папку авто бэкап ровность до файлик в моей папочке импотент и так удаляем значит теперь нужно отмонтировать мою флешку и опять вытащим и вставим ее в юсб порт и проверим как это все работает итак у маунт собственно размонтировали ну и я собственно иду достаю флешку и вставляю еще раз так по идее все должно уже обновиться скопироваться поэтому монтируем еще раз флешку и проверяем что же там произошло так смотрим значит это то там так 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 и вы видим то что здесь у меня остался всего лишь один файл это прошивка к ip телефону так проверяем совпадает совпадает да вот такая вот интересная штука таким образом коллеги вот такой вот классный скрипт который позволяет выполнять монтирование всего этого дела поэтому берите и как говорится пользуйтесь вы его можете усложнить и так дальше тут зависит от конкретных ваших задач но идея еще раз здесь очень простая то что необходимо автоматизировать вот рутину для того чтобы было время а когда есть время вы можете учиться повышать свою квалификацию и в конечном этапе зарабатывать больше если вам это видео было полезным оцените его лайком также подписывайтесь на наш канал где мы будем выкладывать интересные видео ролики по вашим заявкам собственно коллеги все мастер-классы это по вашим заявкам поэтому если у вас что-то не получается то пожалуйста пишите об этом и мы с удовольствием об этом снимем мастер-класс но если вам интересна тема линукса сетей кибербезопасности то приходите к нам на курсы где вы сможете систематизировать ваши знания получить международные сертификаты ну и самое важное то что мы помогаем с трудоустройством на этом все мир дома вашему ассалам алейкум берегите себя своих близких помните что сила в единстве до свидания